Здравствуйте, дорогие друзья! На календаре у нас сегодня 14.10.2022, и мы с вами находимся в Шингари. Это возле памятника Калинина, спуск к морю, также там сверху есть ЖК Анаполис, который говорит о том, что после очистных сооружений вода не стекает здесь в море, поэтому будем смотреть на то, насколько здесь чистая водичка и пляж, который мы с вами сегодня увидим. Будем надеяться, конечно, что они так и делают, и что вот здесь трубы, которые я видел, прокладывались, и впадают здесь в саму речку Варваровки, которая протекает совершенно с чистой водичкой. Вот здесь как раз-таки находится вся эта ситуация. Ну и сегодня я покажу вам один из интереснейших пляжей, тем более сейчас сюда можно проехать прям до сюда, абсолютно бесплатно припарковаться и пойти на море, прогуляться, продышаться и прогупаться. И место здесь великолепное, среди гор вокруг нас еще можжевельники, вроде бы какие живые, это тоже очень хорошо. Дальше стоит знак, что сюда подъезд запрещен, есть два мусорных контейнера и вот такое вот устройство, вроде бы как с люками какими-то. Также во время строительства здесь появились еще и туалеты. Ну будем надеяться, что это специально все сделано, и что здесь ничего не стекает. Вот там находится нанотуалет, интересно он в этом году работал или нет, надо было сейчас ходить посмотреть, потому что там прям в реку можно было сесть так на досточке покакать. Посмотрите видео про нанотуалет, вы кайфанете. Могу честно сказать, что нанотуалет уничтожен, его больше нет. Это лайк, хотя там люди ходят некоторые, но это уже не массовое явление, как было раньше. Также на месте сгоревшего кафе в этом году было реализовано другое, так понимаю. И допустим здесь кальяны были по 500 рублей. Квас здесь 0,5-100 рублей, кукуруза по полтиннику. Вот такое вот мм, будь в моменте называлось. Можно пройти, кстати, по горам в сторону Анапы, ну а здесь немножечко обойти либо с той стороны, либо с этой шингари, и пройти через горы в Сокок. Кстати, мы увидим, что люди продолжают купаться в морюшке. Женщина заплыла в море, ну а здесь мы можем видеть просто очень красивые краски заката. И такая вот тут площадочка. Люди именно с этой стороны отдыхают, потому что здесь можно спрятаться от ветра. Кстати, по берегу, если идти, там очень много камней, но прогулка, говорят, просто шикарнейшая. Ни разу не совершал, надо будет как-то решиться и прогуляться, может быть, в небольшом даже темпе вам показать, как этим наслаждаться. В общем, идеальные виды, идеальное море, идеальное солнце, красота. Давайте спустимся, знаем температуры. Даже сейчас здесь к морю идет вот такая вот шикарная дорожка, и вдвойне по ней веселее спускаться, когда ты идешь на закате солнца, морем любоваться. Ветра сегодня, несмотря на то, что у нас дует северный, здесь нет. То есть, особенно если уйти вправо, за горы будет вообще хорошо. Может быть, сколько народ еще тут в таком, как бы, месте, которое довольно-таки непопулярно. В девушках, кстати, которая застала в море, так там и сидит, не хочет выскакивать. В общем, все на своих местах. Такая красота, ребята. Здесь сложный заход, я могу сказать, поэтому будьте аккуратны и берите с собой какие-нибудь тапочки. Но зато очень чистая, прозрачная вода, потому что даже речка фильтруется сквозь берег. Хотя, все-таки света влево или вправо отходите, дорогие друзья. Так, летолет еще один идет, сегодня второй уже вижу. Кстати, сквозь камушки, видите, речка пробивает свои воды. А тут она течет им очень чистая. Ну, в принципе, сейчас в ЖК «Наполис» практически никто не живет, потому что это как летнее времяпровождение. Здесь вы можете увидеть чистоту воды. В принципе, она сейчас очень-очень хорошая. К нам обещали, что температура воздуха сегодня будет 18, но 25 показывает у моря. Закидываю градусник в море, но температуру водички показывает 20 градусов. И она не меняется. Дорогие мои, спасибо всем, кто с нами наслаждается этими видами. Надеюсь, что интересно и полезно. С вами был Юрий Азаровский. Показываем интересные места, чистые моря, военная техника в небесах. В общем, все как есть, дорогие друзья. Царство небесное всем, кого с нами больше нет. Вы навсегда в наших сердцах. От души. Спасибо. Спасибо. Спасибо.